– А почему интервью нам не могут дать? – Зайтися. – Не понимаю на болгарском. – Он занят. – Кто занят? – Люди. – Какие люди? Никто не может с нами поговорить? – Да. – Почему? Просто убежал и скрылся в здании. Так себя повёл представитель пророссийской партии возрождения в Болгарии при виде съёмочной группы телеканала Freedom. О том, что эта политическая сила разместилась почти в самом центре столицы Болгарии, Софии, красноречиво говорит нарисованная на стене «Зетка», которая стала символом российских оккупационных войск после полномасштабного вторжения в Украину. Гостям в офисе партии возрождения не рады. Двери для посетителей закрыты. Смелыми выглядят представители пророссийской партии возрождения в Болгарии, разве что в своих пропагандистских роликах. На этом видео из Софии кандидат в депутаты от этой политической силы Атанас Штефанов сорвал создание мэрии флаг Украины, назвав его фашистским. И вот эта политическая сила на выборах, которые прошли в Болгарии 2 апреля, набрала почти 15%. Несмотря на то, что Болгария не входила в состав Советского Союза, местные пророссийские партии выстраивают свою идеологию на ностальгии по времени, когда существовал социалистический лагерь. Например, проводят митинги у памятников советской армии с лозунгами об их защите. Болгарам было очень трудно освободиться психологически от этой зависимости от России. Они наши большие братья, союзники и так далее. Но уже в 19 веке стало ясно, что Россия пытается подчинить себе Болгарию. Россия не друг Болгарии, не поддерживает ее усилия. И действительно, все те наши кризисы и конфликты, которые у нас были с другими странами, большинство своих действий россияне совершают против Болгарии. В 90-х самой большой разделительной линией в обществе было не столько «хотим мы демократии или нет», а скорее насколько мы рассматриваем период коммунистов и социалистов, как они его называют, как законный этап развития болгарской нации или как что-то навязанное нам извне, как это было. Это была большая разделительная линия. И эта разделительная линия не прервалась до сегодня. Кроме того, пророссийские политики в Болгарии запугивают жителей страны. Мол, если София передаст Киеву вооружение, то страна якобы вступит в прямую конфронтацию с Москвой. Такие месседжи действуют в основном только на избирателей старшего возраста из глубинки. «Окнушаю людям, что если мы предоставим оружие в Украине, то означает, что мы будем частью войны. И что следующее, что случится, это будет, что мы пошлем войска в Украину. Люди боятся, потому что, конечно, война близко у нас. И это делает позицию возрождения. И Социалистическая партия усиливает это, рассчитывает на политику страха. Мы стараемся объяснить людям, что помощь Украине является защитой болгарского национального интереса на первом месте». Не смущают жителей Болгарии футболки с надписями «СССР» и «КГБ», которые продаются во всех подземных переходах столицы Софии. Или те же российские гастрономы «Березка», расположенные прямо в центре города. «То, что мы наблюдаем в Болгарии, здесь достаточно много людей, которые совершенно не понимают, что идет война самая настоящая, самая ужасная. И они продолжают придерживаться какой-то пророссийской такой вот сентиментальной позиции. Мы протестовали около российского культурного центра, который в Болгарии находится. Это вообще такой, в общем, рассадник абсолютно пропутинской пропаганды. Вот мы стояли с протестами и видели, какое количество людей приходит на какой-то концерт казачьего хора или какое-то такое, что-то такое, которое приехало. И огромное количество агрессивных людей, которые вступали с нами прямо в конфликт, причем вплоть до драк». При этом молодое поколение в стране не поддерживает пророссийские нарративы. «Будущее Болгарии в еврозоне и в НАТО», уверена молодежь Болгарии. «Наша семья проевропейски ориентирована. Мы за вход в еврозону, за НАТО. Но мы за то, чтобы при этом Болгария отстаивала свои национальные интересы». «Нам нужно только в Европейский союз стремиться. Есть такие политики в Болгарии, которые поддерживают Россию. Но почему-то своих детей они отправляют жить и учиться не в Россию, а в Восточную Европу. Я не хочу жить в России. Их общество живёт в авторитарном режиме».